а я тут под дождем окна кстати в москве знаете я по моему на первом курсе училась в университете в барнауле и как-то иду в университет на встречу фотограф он там то ли плакат или клин дарит снимал не помню что он там делал пройдись пройдись еще я пофтографирую пройдись почему я почему других моделей нет у тебя малиновый яркий плащ он очень клёво яркое пятно дает на фотографии ну и собственно так я вошла какой-то там из календарей ненароком но с другой стороны это был для меня первый опыт и вообще понимание значимости яркости в этом во всем медийном мире ведь мы обращаем внимание на ярких людей мы подписываемся на ярких спикеров мы не пробуем что-то такое что нам уже показал какой-то другой яркий яркий человек но когда нам нужно создать свой собственный контент свое собственное медиа мы очень боимся быть яркими мы боимся быть непохожими мы очень сильно страшимся вот этого внимания которое на нас сто процентов будет оказана и когда говорят я хочу свой блог я хочу свой блог одно из первых наверное вещей которых я говорю это об вот этой вот опасности опасности избыточного внимания если вы заведете свой блог это не значит что все ваше сообщество которое там сложится оно будет там образованным интеллигентным воспитанным культурным вообще нифига нифига подобного яркость она привлекает внимание но при этом всегда есть риски столкновения с реальными людьми и с тем как они себя в сети ведут с точки зрения маркетинга с точки зрения рекламы до яркость привлекается на среди серых будней даже среди зеленых будней что-то яркое что-то необычное заставляет нас хотя бы на секунду обратить на на это внимание поэтому если вы хотите создать свой медиапроект если вы хотите достигать успеха если вы хотите быть непохожими вот тема яркости это как раз то на чем о чем стоит подумать если что задавайте вопросы в комментариях про всякие про всякие детали и про тактики как становиться ярким какие риски в этом во всем есть я в коментах обязательно отвечу